всем привет сегодня у меня две небольшие темы это будут ли расти корни орхидеи если мы не будем их опрыскивать чем-то удобрять чем-то стимулировать но и вторая тема как лучше посадить орхидеи тем кто не знает мира в поливе очень любит поливать начну я наверное с того что могут ли расти корни от шеи если мы не будем их стимулировать подкладываем ох опрыскивая и удобрять по листу вот на вашем экране у меня есть орхидея мысль о том чтобы снять это видео еще раз доказать получилось как-то спонтанно зашла в спальню где стоит у меня вот эта орхидея там живет моя мама ну и с ней на окне одна единственная вот это орхидея которая практически умирает ей два года от двух лет осталось всего два листа это орхидея дей 3 по очень красивая но не важно важно то что я ее уже не знаю куда сажать посадила в закрытую систему в мох добавляя немного коры и оставила на окне для выживания не поливая совершенные от орхидеи посмотрите насколько она просохла все сухо до сена тургор листьев его можно сказать нет орхидея несмотря на то что там внутри есть корни она хочет пить и понимая что этой орхидеи остается совершенно немного я решила все таки про экспериментировать не поливать ее и посмотреть что с ней произойдет кощунство жестко грубо да согласна но в жизни бывает так что многие эксперименты получаются именно принося в жертву что-то и вот сейчас я хочу вам показать посмотрите мне это видно очень хорошо а вам я думаю тоже вот сейчас можно будет увидеть вот пожалуйста результат того что орхидея без всяких стимуляторов начинает растить вот эти два видите вот два маленьких корешка орхидея хочет жить ищет повод для этого как бы стимулируя рост корешков но чтобы эти корни брали хотя бы из воздуха все то что нужно на первое время орхидеи вот вам еще одно доказательство того что корни растут по весне без всяких стимуляторов ну и вторая тема моего видео это во что лучше посадить как лучше посадить орхидеи если мы не знаем мира в поливе очень любим поливать когда я только начинала заниматься орхидеями я делала дырки в горшках несмотря на то что это горшок был арте все равно я делала дырки но потом со временем забросила все эти горшки понимаешь что нужно их сажать в те горшки где нет совершенно дырок но когда орхидеи стало больше и вот эти горшки одно время ненужное казались бы валялись где-то на полочке пригодились данной ситуации я посадила некоторые свои орхидеи в такие горшки и наблюдая за ними как будут себя они вести горшок не закрытой вы видите что здесь есть дырки сажая вот в такие горшки сейчас я вижу что они очень хорошо просыхают буквально полива хватает на четыре пять дней орхидеи чувствует себя замечательно корни просыхают именно до такого состояния какое нужно как бы нам не казалось что нужно влажно и есть у меня торги и орхидеи которые любят именно влажно но некоторые и многие орхидеи любят вот так вот когда им сухо видите до какой степени просох грунт казалось бы поливала недавно прошло может быть дней пять и орхидеи готова снова к поливу вот для того чтобы научиться правильно плевать для того чтобы научиться правильно регулировать именно полив и чтобы орхидея ваша была жива и здорово и чтобы вы были довольны где-то в глубине души что вы поливаете делаете все что необходимое требуется от вас выигрывает обе стороны орхидеи хорошо и замечательно и вам на душе спокойно за то что она казалось бы полита но на примере хочу сказать что вот пожалуйста пример когда орхидея находится очень долго без полива и тянет именно тянет свою жизнь свои корни свои листья выживает но мы не будем делать так не будем доводить до такого состояния чтобы наши орхидеи выживали а именно поливали орхидеи через несколько дней и ваша орхидея не загнает корни но вот и все что я хотела вам рассказать сегодняшнем видео пока новых тем у меня нет к тому же я очень хорошо приболела никак не могу никак не могу подняться из этого нервная система хромает потому что мы знаем что ухаживать за больными людьми очень тяжело не как бы сказать не настолько физически насколько эмоционально ну и конечно же после похорон смерти мужа еще прошло не так много времени все оставляет свои отпечатки я не буду никого напрягать не буду жаловаться и говорить что как мне плохо как мне больно как мне так далее я просто единственное хочу сказать что видео сниматься будет если вам что-то интересно какие-то у вас будут вопросы я с удовольствием сниму по этому поводу видео ну и конечно же если что-то у не расцветет новое вам всем желаю всего хорошего здоровья спасибо вам за поздравление и говорю вам всем до новых встреч на моем канале всем пока пока